Вечерняя Москва Сегодня мы взяли тему прямую, не имеющую отношения к будущему, а с нашей точки зрения самую прямую. В центре нашего разговора будет образ Александра Васильевича Суворова, нашего генералиссимуса, выдающегося полководца русского, гордость и славы нашей армии, нашего Отечества, имя России в том числе. И мы поговорим о будущем. Во-первых, имя Александра Васильевича есть серьёзнейшая инициатива добиваться рассмотрения вопроса о прославлении его в лике святых Русской Православной Церкви. И какое имеет значение это для будущего? И у нас ещё есть такая точка, или угол зрения. Это русский кинофестиваль, который открывается в ближайшие недели в Москве. Поэтому я сразу хочу представить наших гостей. Это Игорь Александрович Пурин, первый заместитель региональной общественной организации «Московские суворовцы». Мы же на площадке «Вечерней Москвы», значит, мы «Московские суворовцы». Вот, у него в кармане, кстати, погон его личный, потому что он заканчивал Московское суворовское училище. Ну, сразу покажите всем, вот, всегда с собой. Ой, ну, в Суворовце это... У нас, кстати, генерал Владимиров был вот на этом месте, сидел в своё время. Он как раз занимается кадетским образованием, тоже суворовец. Так что мы сослажим. И Андрей Халенко, режиссёр, директор Международного русского фестиваля, а лучше сказать, Международного русского кинофестиваля, который в этом году, по-моему, седьмой. То есть мы попозже поговорим об этом. Борис Игоревич, у меня с собой в кармане нет какого-то вот фильм или погон, да? Но я хотел бы словами это сказать. Седьмой Международный русский кинофестиваль открылся сегодня. И сегодня на сайте русского кинофестиваля начался конкурсный онлайн-кинопоказ. Подробнее об этом расскажу. Да-да, это да. Вот, и в своё время, вот, я был несколько раз в отборочной комиссии, в оргкомиссии тоже, и там тема военная присутствовала всегда, и там, по-моему, были работы. Это так иначе, как Суворова касавшиеся. Но это, всё равно, это имя всегда присутствует. У меня вот в руке такая книжка. Представляете, какая объёмная книжка. Называется скромно. «Генералиссимус. Князь Суворов». Здесь описан его огромный, огромный путь военный. И, кстати, приведены особенности его взглядов, поведения, как человека глубоко православного. Но мы об этом поговорим чуть позже. Начну вот с того события, которое, собственно, вас двоих объединено. Вы оба присутствовали в Ставрополе недавно, на Всемирном русском народном соборе, который тоже посвящён будущему. Кстати, фестиваль русский тоже связан, у него лозунг – это будущее. И мастер-класс – это будущее. Конкурс сценариев. Да, конкурс сценарий – это сценарий о так называемом будущем, образе будущего. То есть всё направлено туда. Вот какое ваше впечатление? Вот на форуме много очень говорилось о необходимости поднять имя Суворова на должный уровень. А должный – это по его деяниям прославить. Я понимаю, что есть там некоторые вопросы. У нас же как думают, что есть это молитвенник великий, как преподобный Серафим Саровский. Но когда мы начинаем анализировать, мы выходим… Это, конечно, не тема нашего сегодняшнего разговора, но в русской философии, особенно современной XX века, православное понимание войны было разработано Ивана Александровича Ильином. И очень там интересная мысль. Это отдельный разговор. Но вот Суворов как раз, он… Вот эта «Наука побеждать», в первую очередь, это моё, может быть, личное мнение, она отличается от всего остального, что там был тот самый дух русский, который загадочный. А это всего лишь укоренённость православной культуре. И понимая, за что эти люди, собравшиеся на этом поле боя, воюют. Поэтому они были такие богатыри, потому что не число моего умений, это же его слова замечательные. Вот, начнём мы со Всемирного русского народного собора. Вы там вместе работали. Насколько отношение людей к имени Суворова, оно правильно мной понято, и что должны знать наши зрители, когда всё-таки мы начинаем обсуждать тему прославления Александра Васильевича? На форуме, ну, я думаю, ни одного человека не было, который бы засомневался о том, что Александр Васильевич святой. Форум вообще прошёл великолепно. Я первый раз столкнулся с такой душевностью, теплотой, организацией и проведением. И всё это благодаря митрополиту Кириллу, как руководителю 10-го форума. И он же, кстати, один из инициаторов, вернее, инициаторов-то много, но он один из самых в духовном смысле мощных, который поддерживает проект прославления. Он в настоящее время является председателем синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами. И вопрос прославления, это стоит один из первых, я так полагаю. Ну и само место, где проходил этот форум Ставрополь, создан-то ведь именно Суворовым. Да, да, да. То есть он крепость-то строил. Я для зрителей напомню, которые, может быть, греческого языка не знают. Ставрос – это крест по-гречески. Значит, Ставрополь – это город креста. И он не был в советское время переименован. Он так и был всегда Ставрополем. Не все знали греческий. Да, как-то все привыкли, да, вот на самом-то деле. Это так же, как я про Санкт-Петербург говорю. Господа, вы забываете, что город-то вообще-то Святого Петра. Святого Петра город. Ну вот сказано же в Евангелии в том числе, да, что по плодам узнаете вот древо его, да, что есть какие плоды, такое и древо, да. Вот какой человек мог построить город Креста? Святой человек. Ну да. То есть, собственно, один из плодов, на который внимание мало кто, наверное, обращал. А скажите, вот на форуме, вот понятно, что, вот спасибо за такую хорошую оценку, атмосфера, она всегда там такая. Вот. Но я, зрители же у нас разные, вот, могут как-то брови поднять. А как вот, зачем, как можно прославить человека, который командовал войнами на поле боя, когда это смерть, грязь, кровь, в общем, тут так, святость и война, вещи очень сложно совместимы. В понятиях, вроде бы, современного секулярного человека. Вот были такие дискуссии? Ну, а как относиться к Александру Невскому? Вот. Дмитрию Солунскому. Дмитрию Донскому. Дмитрию Донскому. Фёдор Фёдорович Ушакову. Как вы, Владимир Васильевич? Тоже вопросы возникают? Да, да, да. Вот приведите мне хотя бы один пример, где показывалась бы победа ни одного поражения, а все победы, кроме двух. В мире. Кто может привести пример? Таких нет. Только Фёдор Ушаков и Александр Васильевич Суворов. Ушаков прославлен. Моряки обрели своего духовного руководителя, праведного воина. Ну, теперь и мы желаем. В 93-м году мы с моим коллегой-приятием Алексеем Денисовым делали программу на Первом канале, когда выходил «Русский мир» по старому орфографии, было написано. Суворов назывался. Мы были как раз, где Чёртов мост, Сент-Готтарт, этот перевал. Ужас, конечно. Сейчас посмотри, как. Брёвна раскатать, перебросить под пулями. Это, ну, что-то, конечно, нереальное. Вот. Это всё. И мы были в музее. Музей тогда ещё не был отреставрирован. В Петербурге. И вот как наши императоры относились к памяти Суворова. Это был, как раз, обменились перед началом программы. Я думаю, что просто первый музей, посвящённый конкретному военачалу, это первый мемориальный, оказывается, музей. Вот там шпагу выносили его, значит, ордена выносили. Они лежали тогда не на витрине, а просто хранились в фондах, потому что негде было выставлять там в плачевом состоянии. Вот это сейчас там всё хорошо. Вот. И я обратил внимание, когда разговаривал с Василием Нестеренко, когда он готовил свои фрески для нового храма Валабина. И он, значит, ну, лик военачальника, ну, например, там, Нахимов или Кутузов. Но надпись, она сверху над головой. И он как бы и надпись, и как бы и нимб. Над Фёдор Фёдоровичем есть, над Александром Невским есть, а вот над Александром Васильевичем пока нет. Но там немного осталось. Порсуна же есть. Порсуна – это портрет в виде иконы. И достаточно много Порсуна уже есть, уже люди создали их. И у нас есть она, естественно. Ну да, это понятно. У нас же, например, есть Порсуна наших воинов, которые погибли и сражались. Вот в Чечне знаменитая мальчик, который крест не снял. Евгений. Да, Евгений Родионов. Тоже есть как бы так неканонические изображения. Вы можете как угодно их называть. Но они вот здесь в кармане у сердца. И с этими изображениями солдатики идут в бой. Тоже идут в движение. Ведь когда говорят, вот Борис, вы сказали, как прославлять человека, который там война, выстрелы, штыки, кровь, грязь. Ведь прославляется-то его, ну как бы он как в духовном смысле прославляется. И наследие его, оно ведь не в том, что вот это кто-то, столько-то человек убили там и столько-то ранили, а в каком-то духовном смысле. Ведь сейчас во многом, вот когда говорят о будущем, об образе будущего нашего общества, нашей страны, мира в целом, разговор получается как бы под таким общим заголовком «назад в будущее». Что я имею в виду? То есть назад к традиционным духовно-нравственным ценностям, которые помогали веками нашим предкам побеждать, выживать. Вот Суворов, он как раз носитель, один из носителей таких вот духовных столпов, духовных, традиционных духовно-нравственных ценностей русских. И ведь побеждал-то он не штыком, не саблями, не шпагами, которые там выносят, побеждал духом. Ведь и его вот в книге-то это наверняка, я ее не читал, к сожалению. Это фундаментальный труд, он это больше научный. Наверняка там ведь приведены-то и его, ну такие вот философско-духовные находки. Например, вот я помню, как вот Игорь Александрович во время одного из мероприятий на этом 10-м Ставропольском форуме, он вспомнил одно из изречений Суворова «Победи себя и будешь непобедимым». Ну это ведь формула, это ведь вот тебе один из секретов его воинских успехов. «Победи себя» и ведь как было, ведь как вел он себя и как, что он требовал, ну, слово, может быть, не совсем точное, требовал, а что он хотел, чтобы и добивался. Когда вот уже, например, наступает неприятель, а его войска молятся. И никто там это не смотрит в ту сторону неприятеля. Он говорит, еще не время, молимся, молимся, молимся Господу, а потом поворачиваемся и разбиваем противника. Ведь не штыки разбивают, а сила духа русского, который нужно возвращать нам. Нам нужно возвращать свою душу и где-то в душу свою, чтобы и это нас укрепляло. А где искать вот такие опоры, где искать ориентиры? Опять же, в прошлом, которое вот нас и выведет в наше светлое будущее, в том числе вот Александр Васильевич Суворов. К сожалению, допустим, вот вы упомянули, Александра Невска, очень мало свидетельств. А у Просуурова-то свидетельств достаточно. Любая победа – это чудо. Малым числом, в невозможных обстоятельствах абсолютная победа. Ну, разве это не чудо? Ну, чудо, опять же, да, что такое чудо, как говорят это умники? Чудо – это псевдоним Бога, который не хочет подписываться собственным именем. Когда ты к Богу обращаешься, да, это и происходит чудо, да? Вот когда войска обращаются к Господу искренне, и когда правда на их стороне, и это они ощущают, то чудо – это как одно из подтверждений этой правоты. Когда Господь пришёл в мир, было совещание в Синодрионе. Один из товарищей там сказал, что что вы за ним гоняетесь? Если это дело богоугодное, я своими словами говорю, оно всё равно сбудется, что бы вы не хотели, что бы вы не делали. А если не богоугодное, оно развалится само по себе, да? Господь прославляет. Не мы, как бы, хотим или не хотим. Но, по мнению, вот мы имеем большой круг общения, у нас же есть программа «Духовное укрепление российского воинства». Часто общаемся с членослужителями, а мы являемся соисполнителем по благословению Святейшего. И у меня такое ощущение, что просто время пришло. Господь определяет, а мы уже… Друзья мои, обязательно просмотрите это видео до конца. К сожалению, из-за тех ограничений, которые существуют, мы его не можем разместить в полном объёме на нашем канале. И поэтому пройдите, пожалуйста, по ссылке, которая приведена под данным видео, с тем, что посмотрите до конца. Многое, чего для себя откроете, в общем-то, и интересного, и полезного. Спасибо.